Когда мне нужно решить какой-то очень сложный вопрос, ну, например, сделать изобретение, там, или написать стихи, или там вот мне надо провести какую-то важную встречу, и мне нужна идея, ой, боже мой, я тогда ищу стресс. Я ищу стресс, чтобы этот стресс, наверное, поднял у меня адреналин, поднял напряжение, я его перенаправляю с помощью этой методики на новые открытия, и у меня появляется масса идей. Ну, вот что интересно, это так происходит, когда ты, например, думаешь о чём-то, мгновенно обрастает миллионами ассоциаций, как это бывает, например, когда ты между снова бодрствованием, и там вот, ну, что-то там, звук какой-то, или что, и мгновенно какие-то ассоциации, образы, между снова бодрствованием, когда ты и не там, и не там. И вот в обычном состоянии у нас рациональное мышление, утром, смысл, а там самые различные невероятные сочетания, самые невероятные различные сочетания, и среди которых ты потом находишь нужное решение, там безграничность. И вот, когда я получаю какой-то стресс, а я его ищу, ищу как допинг, потом я его переключаю на генератор творчества, и начинают происходить события. Поэтому, если кто-то боится стрессов, то я, наоборот, их использую. И поэтому все наши ученики школы Homo Futuros учатся использовать энергию стресса для создания новых каких-то произведений, чтобы превращать даже внутренние конфликты и конфликты с кем-либо в какие-то новые шедевры. Продолжение следует...